Человек, живя в собственном доме, за все отвечает сам. Жильцам же многоэтажек нужно приходить к общему решению, чтобы, к примеру, починить крышу или канализацию. До 2013 года у славянцев была возможность ремонтировать многоквартирные дома благодаря фонду реформирования ЖКХ. Несмотря на определенные условия, создать ТСЖ, собрать 5% от необходимой суммы, желающих было немало. А в 2014 году стартовала программа капремонта многоквартирных домов. Подробности в следующем материале выпуска. Это региональная долгосрочная программа, к которой многие поначалу относились скептически. Со временем мнение поменялось. И уже с 1 ноября 2014 года жители города и района начали вносить взносы на капремонт. При этом многим хотелось поскорее увидеть результат своих накоплений. Программа капитального ремонта многоквартирных домов заработала для того, чтобы в сознаниях людей, прежде всего, отложилось то, что это необходимо делать, и платить, и собирать положенные 5,32 на квадратные метры, как минимальная ставка для того, чтобы войти в капремонт. В 2016 году началась реализация практической части программы капитального ремонта. На 1 апреля этого года собственникам помещений многоквартирных домов на территории района, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, собрано свыше 35 миллионов, что составляет 70% от начисленных взносов. В краткосрочный план на 2016 год были включены дома по улице Стаханова, 197, совхозная, 75-1, Ленина, 70. В некоторых из них подрядчики уже приступили к работе. Так, в доме по улице совхозной, 75-1, начат капитальный ремонт фундамента. Этот дом попал в программу капитального ремонта одним из первых, так как собираемость у них составила почти 90%. В течение полутора лет они собирали средства на счете регионального оператора. «Стоимость этого фундамента наша – 605 тысяч рублей. Как бы у нас платят жильцы хорошо. Мы уже наложили денег, 400 тысяч наших денег там. И сейчас нам добавят там 200 тысяч, 605 тысяч стоит наш фундамент. Все вот это нам сделают, и все. А потом мы эти деньги недостающие доплатим». Согласно утвержденному ЗСК тарифу, жильцы многоквартирных домов ежемесячно отчисляют, согласно квитанциям, 5 рублей 32 копейки за квадратный метр жилой площади. Кстати, по договоренности жильцов, эта сумма может быть выше. Соответственно, и необходимые деньги накопятся быстрее. Перечислять средства можно на счет регионального оператора, либо специальный счет дома. «Тарифы у нас сейчас установлены 5,32 – это самый низкий тариф. Все понимают, что за эти деньги невозможно сразу все сделать. Но, тем не менее, программа рассчитана до 43-го года. Есть же наследники, есть там дети. Все равно кому-то эта квартира впоследствии достанется». Главным критерием отбора многоквартирных домов для включения в краткосрочный план является процент собираемости взносов на капитальный ремонт в каждом конкретном доме. Таким образом, платежная дисциплина при оплате взносов напрямую связана со сроками проведения капитального ремонта. Другими словами, если все соседи дружно платят, то и ремонта долго ждать не придется. Накопленных средств должно быть достаточно для выполнения желаемого вида работ. Бывает уровень собираемости у дома хороший, но размер фонда недостаточен для выполнения работ. Тогда региональный оператор может предоставить в долг недостающую сумму за три года собираемости. Так получилось у жильцов дома номер 219 по улице Красной, которые мечтают перекрыть кровлю. В программу капитального ремонта входят фундамент, подвальные помещения, фасад, подъездные двери и окна, цоколь, крыша, лифты, системы электро- и водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения. Собственникам трудно поверить в то, что сделать их дом, который не видел капитального ремонта десятилетиями, это не миф, не мечта, а реальность, которая имеет материальное подтверждение. Программа капитального ремонта только начала набирать обороты. Насколько она эффективна, жильцы многоквартирных домов смогут оценить на деле. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа События.